Всем привет дорогие друзья, мы продолжаем наше прохождение байшек. Итак, вот она друзья, наша красотка Бетти. Все что нам остается сделать, это поместить ее на третий реактор, или ядро, как там это называется, и молиться, чтобы та половина восторга, которая разрушится, она оказалась не на нашей стороне. Ну, в общем, как говорил Кибурдс, кто не рискует, тот не ест шоколадки. Сомнительно. Ох, Атлас, я сомневаюсь, здесь такие ученые в восторге. Ну, в общем, друзья, вам не нужно рассказывать, вы сами все знаете. Привет. Ах, как это прекрасно. Да как ты еще жив-то? Нет, почему вы меня, кстати, уже несколько раз подставляли? Как-то неудивительно. Но вот два раза они меня точно подставили уже с папочками, и один раз из-за них я умер уже. Так что есть какой-то определенный недостаток в них все-таки. Но я не жалуюсь. Так, у тебя не было сердца, нет? Ах, ты бессердечный. Вот аптечка. Опять доллары. Господи, опять доллар. А где мой арбалет, кстати? Где мое любимое оружие? С недавних пор. По крайней мере. Оно не такое плохое. Даже очень полезное. Ох, ты... Хотел испугать меня. У него получилось. Погоди, а где мой болт? Верни мой болт. Что ж такое-то? Я иду. Райан. Ты жив? Нет, ты мертв. Так, где нам лучше спуститься? Я не помню на самом деле, поэтому спускаемся как обычно. И ходим кругами. Можно подсмотреть подсказки? Не вставай, парень. Ну, мне кажется, мне это не поможет. Геотермальный контроль. Или вот это нам нужно. Оно. Парни, да вам только в каких-нибудь, знаете, домах ужасов выступать. Конечно, вы не очень страшные, но можете попробовать. Такое впечатление, что океану не терпится затопить восторг. Это случилось сразу, после начала войны. Читал об этом в газетах. Погоди, сейчас посмотрим, что можно раскопать. Ну, природа, конечно, негодует. Когда устроите утопию, происходят необычные вещи. Стихийные бедствия и так далее. Вы строите что-то противоестественное. И природа на это реагирует. Все просто. Ну, это я бы так объяснил. Я не инженер, но если я верно разобрал эти схемы, то ты можешь перенаправить поток магмы, используя перераспределительный клапан. Тогда вода остынет очень быстро, и ты сможешь добраться до ядра. Но Райан точно заметит. Возможно, для надежности поставить защиту по периметру. То без проблем, в принципе-то. Я не удивлен то, что Райан заметит. Я был бы больше удивлен, если бы он не заметил того, что я творю здесь. Но для надежности давайте поставим мины. Все-таки это его логово. Как он не заметит-то? Давайте одно сюда. Другое вот сюда можно. И здесь так же. Эй, нет-нет-нет, стойте, еще рано. Ах, какие вы хитрые-то. А зачем я мины тогда расставляю? Да, это было немножечко глупо. Нет, спустя, ех ты. Что творят? Подождите, я еще не готов. Где тут? Так, и еще одно вот сюда. Ну и хватит. Забираем минки. А мне кажется, вообще это все не нужно было, потому что мы и так невидимые. Поэтому нас вообще никто не доставит. Ну, на всякий случай. Уничтожит ли тебе эти создания? Нет. Даже я этого не знаю. Если ты попробуешь сбросить меня в пропасть и сам полетишь с ним, я предлагаю тебе быструю смерть, паразит. Это куда лучше того, что тебя предстоит узнать, когда ты победишь. Они упорно стараются пройти через странный проход. А зачем я защищал тогда левым? Ну, вот и все. Кстати, вот это вообще интересная система, да? То есть, как осушить резервуар? Нужно просто залить его лавой. Это гениально. Самый быстрый способ. Круто. Они все мертвы? Вроде бы. Надеюсь, что так. А ему пора направляться к ядру. Ладно, ничего не поделать. Вниз. Как-то пустовато. Так далеко от семьи, от друзей, от всего, что тебе дорого. Но все же тебе тут нравится. Ты ощущаешь нечто необъяснимое? Подумай немного, и, возможно, нужное слово придет на ум. Ностальгия. Хм. И да, есть что такое. Наверное. Мне нравится твой город. Ну, когда-то, может быть, нравился. Укорачиватель Сирен 2. Интересно. Новый инженерный тоник. А вас углушает частые сирены безопасности? Уменьшите неприятные ощущения с помощью укорачивателя Сирен 2. Значительно уменьшает длительность треологии камер слежения. Ну, в принципе, просто так можно поставить даже. К тому же, сейчас пригодится. Этот момент, друзья, этот момент. Как от тебя. Так что мне особо выбирать-то и не приходится, Райан. Ладно. Друзья, помолились. Все хорошо. Мы сможем это сделать. Ну, пока все. Мы должны были просто перезагрузить. А что с ядром-то тогда? Мне кажется, это должно было быть немножечко не так. То есть, он не должен был разрушиться. В конец он должен был остановиться. Так, ну, вот тревога как раз. Ну, я ведь сто раз говорил Райану. Ну, бесполезно против меня использовать тревогу. Ну, никого вы здесь не найдете. Кстати, боты, они тоже крутые стали. То есть, такие уже элитные летают. Сейчас подождем немножечко, и все хорошо. Возьмем наш Аполитик. Ну, можем идти уже. Так, Райан. Райан, я иду. Конечно, когда ты пробираешься через турели, через стрельбу, это выглядит эпично. Но мы там спокойно пойдем. Как будто бы так и было задумано. Я-бая. Давай, Райан, что у тебя еще осталось, а? Хотя мое тело слабеет, но тебе меня не одолеть. Твоя сила не в огне и стали, а в воле и разуме. Слышишь, Атлас? Эндрю Райан не отдаст тебе ничего, кроме пепла. Слышите, ложь Атласа. Так, может быть, вы просто пообщались бы, и я бы отдал свою рацию, и все. Ну, вот опять вы. Да что ж такое-то? Вот против вас арбалет вам плох, потому что я не попадаю. Поэтому берем просто автомат. Который тоже не очень, конечно, но... Все лучше, чем ничего. Ой, 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 не готов, не готов, не готов. Роботы? Серьезно? Блин, они меня увидят. Вы, что ли? Тогда это немножечко все усложняет. Ай, бежим, ну нафиг это все. Электричество. Нет, не так. Все? Мы можем войти? И, иди от меня. Я понимаю, конечно, но... Можно я уже войду? Спасибо. Все, друзья, центр управления восторгом. Наконец-то мы здесь. Убить Эндрю Райна. Новая задача. Даже в книге лжи порой можно найти правду. Воистину свое время для всякой вещи. И теперь, когда я вижу тебя воплоти, я понимаю, что у меня рука не поднимется на тебя. Но знай, ты самое мое большое разочарование. Твой хозяин слышит меня? Атлас? Ты можешь меня убить, но ты не получишь мой город. Моя сила не в огне и стали. Это то, чего паразитам никогда не понять. Свое время для всякой вещи. Время жить и время умирать. Время строить и время уничтожать. Пойдем, дитя мое. Нам осталось поговорить еще об этом. Что? Райан ввел программу саморазрушения ядра? Это совсем не то, что ты думал. Он намерен уничтожить весь этот проклятый город. Скорее туда. И прикончи этого маньяка, пока все не взлетело на воздух. Хм. Не переживай, нам не привыкать. Один раз он уже пытался это сделать, погубить Аркадию вместе с нами. Все нормально, все под контролем. Витокамера. Базовое исследование Витокамера. Клиент, Райан Индастрис, первый этап завершен. Синклер и Александр пытались объяснить мне механизм, но Сушонг им не верит. Они говорят о реконструкции плазмидов, о квантовом смещении. А потом, вах, и мертвецы возвращаются к жизни. Чушь. Конечно, Райан позволит это настроить для испытаний, только на свои генетические частоты. Хм. И здесь даже можно уже кое о чем догадаться, почему все мутанты, они не возвращаются к жизни в восторге, если такая технология существует. Да, хороший вопрос. Действительно, потому что Райан настроил Витокамеры только на свои генетические частоты, так же, как и все ботисферы. Ну и тут у вас уже могут появиться кое-какие догадки на этот счет. Почему мы можем всем этим пользоваться? Всеми этими технологиями, которые создавались только для генетических, именно с точки зрения генов Райана. Так, здесь где-то, кстати, был хороший такой торговый автомат у Райана. Нет, по-моему, не этот. Зломать можно один. Здесь больше нет других автоматов. В принципе-то все равно, но... Ну, допустим, взломаем этот. Так, взлом. Автозлом. Электрическая картечь. Я думаю, не так куча всего. Купим автозломчики. И немножечко аптечек. Еще можно пленку. Вот и все. Так, Райан. Иди ко мне. Это уже гораздо интереснее. Будь так любезен. Состояние младенца. Продвинутое исследование. Образец 111, доктор Сушонг. Клиент Фонтейн Футуристикс. Возраст младенца 1 год, вес 58 фунтов, мускулатура крепкого 19-летнего мужчины. Результаты неутешительные, но в пределах ожидаемого. Помните, конечно же, того самого младенца, которого Тененбаум выкупила у Жасминжалена. Этот младенец был как раз таки сыном Эндрю Райана и Жасминжалена. Вы можете видеть вот такие вот нити, которые переплетаются и в конце концов ведут к какому-то неизвестному человеку. Тест на управление чужим разумом. Вот такие вот эксперименты. Будь так любезен, будь и каэндли. В переводе. Убийца преодолел последний рубеж обороны, и теперь он идет за мной. В конечном итоге, чем отличается человек от раба? Деньги? Власть? Нет. Человек делает выбор. Раб повинуется. Думаешь, думаешь, у тебя есть воспоминания? Ферма, семья, самолет, катастрофа и потом это место. Но была ли там и вправду семья? И потерпел ли самолет аварию? Или его угнали? Заставить сесть? И сделал это не человек. Нечто выращенное специально, чтобы идти как лунатик по жизни, пока его не включит некая простая фраза хозяина. Был ли послан на убийство человек или раб? Человек выбирает. Раб повинуется. Входи. Остановись, будь любезен. Будь любезен. Слова, имеющие власть. Знакомые слова? Пожалуйста, пожалуйста, сделай это. Пожалуйста, найди. Пожалуйста, найди Райана и убей этого мерзавца. Сядь, будь любезен. Встань, будь любезен. Беги. Стой. Повернись. Человек выбирает. Раб повинуется. Убей! Человек выбирает. Повинуйся! Повинуйся! Живее! Бери генетический ключ Райана. А теперь будь любезен. Сунь его в эту чертову машину. Ах, какой прекрасный момент. Ну, мы должны радоваться, раз мы отомстили Эндрю Райану. Но разве эта радость, она настоящая? Действительно ли хотели мы этого? И вот этот момент, друзья, он признан один из самых лучших в игровой индустрии. И вовсе не потому, что он так поставлен хорошо, либо тут так хорошо стараются актеры играть. Нет, все потому, что он объясняет один недостаток всех экшенов и шутеров того времени. Здесь очень ловко обыгран момент. Вот почему во всех шутерах и экшенах мы полностью подчиняемся каким-то лицам? Нам говорят там, не знаю, что-то сделать, и мы полностью этому подчиняемся. Почему мы не можем отказать кому-то просто сделать то, что мы хотим? Почему мы должны постоянно делать то, что нам говорят? То, как записано у нас в целях и задачах игры? Почему мы не можем просто, например, в начале игры развернуться и уплыть на ботисфере обратно? Почему мы должны именно убивать Райана? Я думаю, что у всех возникал такой вопрос, какого черта мы вообще идем за Атласом? Должны ему подчиняться, что-то для него делать? Да, понимаю, конечно, жалко, семью убили. Но что с того? Мы вроде бы как чужие люди, и нам тут особого-то интереса нет. Нам бы выжить самим как-то в этом городе. А здесь вот разработчики вот прямо очень такой ловкий момент делают, да? Не обыгрывать эту ситуацию по-другому. То, что у нас изначально генетически заложена, запрограммирована фраза Would you kindly, будь так любезен, по которой мы, конечно же, постоянно совершали все эти поступки. То есть у нас не было, по сути, выбора изначально в этой игре. Мы не могли что-то выбрать. Вот этим и хорош этот момент тем, что он объясняет этот недостаток всех экшенов и шутеров. Мы здесь подчиняемся, у нас нет выбора. Я знаю то, что многие в комментариях писали, зачем мы это все делаем? А вот, друзья, зачем? У нас просто изначально не было выбора. Мы просто рабы в этой игре, которые выполняем определенные задачи, поставленные хозяином. Опять же. И этот момент, вот он признан действительно одним из лучших игровых моментов. Потому что вот именно этот недостаток, который всех всегда тревожил. В RPG такого нету. В RPG как бы немножечко все по-другому. Там всегда есть какой-то определенный выбор, и мы можем что-то сделать, а что-то не делать. То есть выполнять тот квест, либо не выполнять. А в экшенах и шутерах это всегда была такая острая проблема. То есть линейности полностью такой вот игры. Единственный недостаток здесь является именно в русском переводе. Потому что часто в русском переводе, would you kindly, здесь заменяли пожалуйста. Что не совсем как бы верно при данном переводе. Но пожалуйста как бы нам ближе, как к русским людям, да. Но именно будь так любезен. В большинстве фраз, где звучало пожалуйста, было именно будь так любезен. Сделать то или иное. Ну в общем-то сейчас мы должны остановить разрушение города. И у нас просто нет выбора. Мы не можем развернуться и обратно уйти. Мы не можем сказать, да пошло это все к черту, пусть город будет разрушен. Вместе с нами умрем здесь. Мы тоже не можем так поступить. Потому что нам сказали, будь так любезен. Сунь чертов ключ. В этот компьютер. И у нас нет выбора. Райан Индастрис. Отмена самоуничтожения. Отличная работа, парень. Пора заканчивать наш маскарад. Никакого атласа нет, малыш. И не было. Человеку в моем положении не обойтись без поддельных имен. Черт. Я как-то раз полгода даже китайцев притворялся. Но ты так старался, что, полагаю, заслужил узнать правду. Меня зовут Фрэн Фонтейн. Должен сказать, у меня было немало деловых партнеров. Но ты, возможно, тут сыграла роль то, что ты генетически запрограммировал ларить, как спнеель всякий раз, когда я скажу «путь любезен». Ладно, как только этот прибор закончит обработку генетического ключа, который ты добыл у Райана, во главе восторга встану я. Выполнить плохим другом. Но знаешь, как говорится, никогда не смешивай бизнес с душой. Спасибо за все, приятель. Передай от меня привет Райану. Вот так подстава. Привет. Осторожней, мистер. Ух ты. Опять боты. Иди за мной. Иду, иду, иду. А ты тут турец, бежим, бежим, бежим. Пойдем со мной. А-а-а. Почему? Вот эти вот интелляционные проходы такие вечно ненадежные. Пинхаус Олимпа. С возвращением, дитя. Добро пожаловать в твой родной город. Ты злишься на Фонтейна, да? Теперь ты знаешь правду. Ты был его орудием. Тебя вернули в восторг, чтобы ты спас его. Ты спас моих малышек. Я перед тобой в долгу. Пока ты спишь, я уберу часть ментального влияния Фонтейна. Он больше не имеет над тобой полной власти, однако способен еще потянуть за ниточки. И это будет неприятно. Мы поместили в твой разум массу замков и запоров. У Фонтейна есть большая часть ключей, но не все. Сушонг создал твой разум. Научил Фонтейна управлять тобой. Ты можешь найти ответы в квартире Сушонга. Ну, Телин Паум помогла нам особенности. Все эти малышки, они нам тоже помогли, конечно же, выжить. Ну и у многих возникнет вопрос. Как же так? Вроде бы Фонтейн был мертв. Но не забывайте то, что Фонтейн, он всегда был мастером перевоплощения. Не даром я вам рассказал историю его жизни. Не просто так. Я говорил то, что он три года проработал именно в каком-то актерском театре, да? И он научился мастерству перевоплощения, как он и сказал. Я там шесть месяцев притворялся китайцем. Для него это совершенно нормально. Но те, кто хочет узнать больше, я, конечно же, расскажу вам о том, что случилось в тот день, когда пошла облава на Фонтейна. Но если вы хотите знать больше, то вам нужно пройти именно DLC к третьему Биошоку Парел от Си, захороненной в море, где очень много моментов поясняется. Все-таки как же Фонтейн, он выжил после всей той облавы. И, конечно же, он просто взял и сменил себе, ну, как лицо немножечко поменял, там, прическу, немножечко голос изменил, для него это совершенно нормально, и стал Атласом. Фактически сменил себе полностью жизнь. А Райан об этом даже не подозревал. Он думал то, что Атлас это очередной паразит. Ну, никак не Фонтейн. Эх, ну ладно, давайте осматриваться. В части ментального влияния Тенненбаум убрала и теперь вроде как Фонтейн не может нами напрямую командовать, но у него еще осталась пара козырей в рукаве. Привет! Меня знают, мы даже известные, можно сказать, пользуемся популярностью. Ну, практически всех мы спасли. Именно мы. Ну, часть, конечно же, Тенненбаум. Ну, и как вы поняли, то, что мы были тем самым ребенком, которого Тенненбаум выкупила у Джасмин Джолен, и проводили над нами различные эксперименты. То есть, по ускорению роста, по-моему, даже различные эксперименты. То есть, мы буквально там за пару лет выросли вот в такого огромного мужика. Или там как-то по-другому писалось. Мы уже имели мускулатуру 19-летнего мужчины. Нам ввели вот эти кодовые фразы в мозг, благодаря которым мы подчиняемся и отправили на поверхность. А для чего? Ну, уже в будущем узнаем. Потому что найдем много дневников еще. А то сразу все рассказывать неинтересно будет. Мама Тенненбаум сказала, что он нам поможет. Конечно, помогу. Я же до этого вам помогал. О, день рождения у кого-то. Шоколадка. Ой, прости, прости, пожалуйста. Я куплю еще одну. Хочешь, могу штук 20 купить. Мне не жалко. Так смотрит на меня вообще. Как будто бы какое-то чудо увидели. Деньги. Ну, как-то деньги воровать я уж не знаю у девочек-то. Совсем уж. Ляшечек. Ну, клей вам не нужен, наверное. Если только клеить что-нибудь не собрались. Эй! Зачем мусорить-то? Классики. Вот он! Тот, кто нас всех спасет! Он мне нравится. Ну, конечно. А вот если вы их убивали, то, по-моему, их, во-первых, тут намного меньше будет. Во-вторых, они будут к вам очень... Ну, как бы неприятно относиться. Там злой человек говорит и так далее. В общем, когда вы тут будете проходить, будет очень неприятно. Мне кажется, вам будет стыдно за то, что вы делали все это время. Ну, кому-то не стыдно. Всякие люди. Бывает, я уже видел таких. Пописали. Вау, ты всех убил здесь. Он пришел помочь нам! Даже не стыдно, друзья, вам такое писать в комментариях. Что я бы их всех убил. Ну, что это такое вообще? Я не понимаю. Что вы вообще за человек такой, если вы такое пишите? Атлас смотрит. А Тененбаум, видимо, знала про Атласа. А теперь ты связался с Тененбаум, да, парень? Наша славная матушка-кусыня. Ладно, малыш, развлекайся. Беги и пусть тебя раздавит большой папочка. Не действует. Ага. Значит, матушка-кусыня тебя пригрела и накормила. Ну, если под эту музыку ты плясать не хочешь, то у меня есть и другие. Желтый кот. Вот. Вот это вот очень неприятно. Я только что велил твоему мозгу, что он дал команду сердцу остановиться. Не сразу, конечно. Сердце упрямая мышца, но не настолько уж и упрямая. Как только ты освободишься от власти Фонтейна, ты сможешь ему отомстить. И мы вырвем моих малышей из его грязных лап. Это, конечно, хорошо, но нам для начала нужно избавиться от желтого кода, потому что желтый кот постоянно нас убивает. Потихоньку наше здоровье, Ева, они начинают уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться. Я уж не помню, можно ли умереть. Сомневаюсь, конечно, но вы буквально опуститесь до минимума, который был в начале игры. А это очень неприятно, потому что мутанты стали очень сильными. И фактически вы будете постоянно умирать, умирать, умирать. И это еще не последний козырь в рукаве Фонтейна. У него будет еще парочка приемов, которые вам навредят. В общем, с этого момента играть становится еще сложнее. Потому что мы постепенно умираем и теряем наши способности, которые мы накопили за всю игру. Так что нам нужно как можно быстрее разыскать средства от того, как избавиться от этих вот ментальных его штучек. Это взламщик. Поворотная рукоять. И вообще на этом моменте многие бросали уже играть в Биошок, потому что Биошок как бы такая длинная, да, игра. И тут как бы много уже уровней прошло. Игра действительно долгая. И многие уже бросали играть, потому что дальше они постоянно умирали. Там еще ходить и ходить нужно. В общем-то, на этом заканчивали многие, я знаю. Ну, по крайней мере, у меня друзья. Потом мне приходилось друзьям рассказывать, а что дальше. Итак, друзья, мы выбираемся в пентхаус Олимпа. Здесь жили самые сливки общества. Тененбаум, Сушонг, Фонтейн и все остальные вот такие богачи, которые работали в восторге. Ух ты. Лучше, конечно, убить вон того. Лови. Ты еще жив? Он даже не заметил, что такое прилетело. А, неважно. Не зима. Клей. А здесь, друзья, даже была железная дорога. Черт возьми. Прямо в городе. Вот это круто. Прямо под воду. Ну, кстати, была и обычная, кстати, железная дорога. Вы узнаете об этом в второй части Биошока. Что было немножко необычно, потому что изначально все перемещались по ботисферам. А там придумали железную дорогу. В общем, было так не очень привычно к этому. Ух ты, мне вообще ничего не нужно. Посмотрите, напалм даже не нужен. Нужно его истратить и взять здесь обязательно. Ну, друзья, на этом мы пока что с вами остановимся. В следующей серии мы постараемся найти, по-моему, логово Сушонга. Его квартиру. Ну, логово как-то звучит не очень, да? Его квартиру. И узнать, как же все-таки можно избавиться от ментального воздействия Фонтейна. На этом, друзья, все. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Теслер. Увидимся в следующей серии. Всем пока.